Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатываем с вами на несколько каток 40ТП Хэббича Хаббича. Ну, кто хочет, тот так и называет. Кто знает, как правильно, пишите в комментариях. Для меня все вот эти вот приставочки в данной ветке всегда были сложные в произношении, поэтому просто 40ТП. Перед тем, как мы с вами начнем, я обращаюсь именно к тебе. Ты не подписан на мой канал и я буду тебе очень благодарен, если это изменится. Подпишись, пожалуйста, дай возможность развиваться к каналу, дай возможность ему не умереть на просторах Ютуба, но и не выйти нормально в свет. Я стараюсь снимать видео, которые показывают танки такими, какие они есть в руках среднестатистического игрока и ни в коем случае не пытаюсь приукрасить или наоборот опозорить и каким-либо образом очернить ту или иную машину. Я реально просто беру машинку без всяких вырезок, склеек и подобных вещей, закатываюсь в бой и играю. И вот как он играется, поверьте, приблизительно так он будет играться в руках среднестатистического танкиста, не являющегося скилловым игроком, не гоняющегося за процентами побед. Ну, короче говоря, просто вот такого вот любителя фанера, который просто заходит и весело пытается провести свое свободное время, чего и вам желаю. Итак, ребятки, спасибо большое за то, что подпишетесь. Что же касается самой машинки, это шестерка тяжелый танк в ветке тяжелых танков в дереве сборной Европы, ведущая вас к 60ТП и это будет ваш первый шаг вот в этой вот лесенке. Я скажу откровенно, мне эта вот вся лесенка показалась абсолютно какой-то такой, знаете, нудной, крайне медленной. Ну, вот из всей вот этой вот братьи плюс-минус как-то играется 50ТП и то я не получил от него абсолютно никакого удовольствия. Допустим, от того же Эмиля 2 я кайфовал и получал фана гораздо больше. Но это мое субъективное мнение и исключительно мое впечатление от данной ветки. 60ТП Ливандовского это машинка, которая меня действительно порадовала. Я рад, что она есть у меня в ангаре, но и советую вам тоже ее выкачать. Итак, что собой представляет конкретно 40ТП? Мы, как обычно, посмотрим исключительно его технические характеристики в пределах топового орудия, потому что именно на топовом орудии вам придется выкатывать в свою семерочку 45ТП. Что касается базового орудия, даже обсуждать его не будем. Покатаете, просто откроете следующее, ну и на нем уже будете потеть к седьмому уровню. Что касается данного топового орудия. Данное топовое орудие, оно вознаграждено за свои плюс 15 и минус 8, что в принципе является довольно неплохим, довольно неплохой скоростью перезарядки орудия в 9,8 секунды. Почему вознаграждено? Потому что в принципе на данном танчике отыгрывать где-то там от неровности и так далее придется довольно часто. А вот эти цифры, они, ну довольно часто, как-то так получается, что они недостаточные для того, чтобы отыграть. Это безусловно не 6, понятное дело, что и не 10, но по ощущениям в игре такое впечатление, что здесь вот как раз шестерка или семерка. Мне всегда не хватало. На других танках, на которых есть вот так вот 8 написано, бывает такое, что ты не замечаешь даже когда здесь написано 6 и отыгрываешь нормально, все окей. На этой машинке почему-то мне, ну всегда не хватало склонения орудия вниз. Итак, средний урон 225 единиц, я бы сказал, что для 6 уровня это довольно неплохая цифра, тем более с таким временем перезарядки. Что касается времени сведения и разброса, оценим непосредственно в бою, но сами цифры, согласитесь, являются великоватыми. Урон в минуту при всех вот этих вот раскладушках составляет в 1377 единиц. Ну, не много, не мало и честно говоря, ну сейчас поделюсь в бою той инфой, которая у меня есть на данную тему. Что же касается бронепробития, в 160 единиц, честно говоря, как для ТТ этого маловато. И я бы сказал, что вот эти вот все показатели, они как-то больше налезли бы, да, и нормально бы смотрелись. Да и сама машинка как-то больше похожа на какой-нибудь усиленный средний танк. И вот эта вот пушечка, и вообще в целом все, и корпус, и башня, как-то больше смахивают на средний танк какой-нибудь усиленный, да, чем на тяжелый танк. Я бы сказал, что тяжелый танк такой, знаете, который очень плохо в детстве ел манную кашу. Вот так приблизительно он выглядит, и где-то так же он чувствует себя в бою. А теперь закатываемся непосредственно в сам бой, и, соответственно, посмотрим, что этот танчик представляет собой в рандоме, и насколько тяжело вам будет его качать, если вы не супер-мега-игрок, если вы, покупая этот танчик, когда его откроете, не будете вкладывать в него изначально тысячу голды, что я, честно говоря, считаю вообще каким-то бредом, в стопроцентный экипаж данного танка. Ну и, соответственно, будете катать этот танк каждый день. Ну, вот как-то так. То есть, если вы среднестатистически, у вас средние ровности руки, такие, как у меня, я не супер-мега-танкист, ну, значит, тогда этот танчик будет смотреться в ваших руках и чувствоваться в ваших руках приблизительно точно так же, как и в моих. Так, подвижность данного танка. Я, честно говоря, в обзорах по другим танчикам этой ветки говорил по поводу того, что я не открывал на данных танках ни двигатель, ни гусеницы. Я считал, каждый из этих танков, когда открывал их для себя, что этот танчик все-таки, да, остается для меня исключительно проходным. Я надеялся, что я захочу кого-то из них оставить себе в ангар чисто на память, чисто поиграть, но понял, что нет, этому не бывать. Не дали они мне того фана и удовольствия от игры, на который я рассчитывал и которого хотел. Итак, подвижность маловато и, честно говоря, хотелось бы больше. Возможно, она была бы больше, если бы открыл двигатель. Двигатель не открыл, но зато имеем возможность оценивать танк таким, какой он есть на самом деле. Что же касается подвижности на базовом двигателе и базовых гусеницах, да, хотелось бы, ну, прям вот совсем намного-намного добавить во всем, что можно только добавить. Но, к сожалению, есть то, что есть и это приходится играть. Что касается бронирования, бока не бронированные у данного танка абсолютно, и сейчас вот эта вот одна и вторая плюха, прилетевшая от СТ-шки, всячески это показывает. Время сведения такое, что, в принципе, можно успеть сходить побриться за то время, пока танчик все-таки поймает мишень и, соответственно, вы сможете пытаться выцелить что-то. Круг разброса, я бы сказал, что он, ну, очень большой и, соответственно, отыгрывать на дальних расстояниях опять-таки не получится. Вот сейчас я выкачусь на Арла, посмотрю еще раз на него и, заметьте, меня пробивают, ну, прям, прям вот неприятно пробивают везде, и Арл как бы не видит во мне какой-либо угрозы. Он просто насаживает мне 230 единиц и на этом все заканчивается. Данный танчик, ну, я бы сказал, что он больше, ну, приносит грусти, чем радости от игры. И вот эта вот необходимость его выкатывать для того, чтобы открыть следующий уровень, каждый раз заходя в бой, у меня, честно говоря, как-то вот все больше и больше было негативного отношения к данному танку. Сейчас досмотрим этот бой, закатимся обязательно в еще одну каточку и посмотрим, что будет там. Итак, ребятки, мы вернулись с вами из боя. Мы нанесли всего ничего, не полных 500 единиц урона. Мы не ушли в минус, и это единственное, что может радовать по результатам данного боя. И в нашей команде мы заняли свое третье место по урону, но в целом я бы сказал, что и вся команда не особо отыграла, ну, а двое нижних ребят вообще ничего не сделали для того, чтобы приблизить победу. Почему так произошло, это уже вопрос к ним. Надеюсь, у них были для этого объективные причины. Ну, а даже если не было, ну и фиг с ним. Что же касается самого танчика, сейчас закатываем его в следующую катку, но только в этой катке я не поеду принципиально на линию ТТ, потому что, честно говоря, всегда имел мнение, что данному танку на линии ТТ делать в принципе нечего. Он не умеет танковать, у него посредственная броня. Ну, в принципе, короче говоря, это просто какая-то такая, ну, крайне легкая мишень для тяжей и для ПТшек. Соответственно, сейчас попытаюсь отыграть не на линии ТТ, а на линии СТ, и попытаюсь там что-то как-то сделать, может немножко как-то выжить. Но тоже проблематично на данной карте, потому что линия СТ, она пролегает через пустошь, соответственно, придется отыгрывать на расстоянии. А раз придется отыгрывать на расстоянии, то необходимо рассчитывать на хорошее сведение, на точную пушку, а данный танчик хорошим сведением похвастаться не может. И СТ-шки передвигаются гораздо быстрее, чем сводится данное орудие. Соответственно, тяжеловато будет отыгрывать на данном направлении. Я, честно говоря, когда вот выкатывал этот танк, и вот сейчас, когда выкатил его в очередной раз, на меня нахлынули все те же самые ощущения, которые были раньше, что данный танчик, ну он унылый до безобразия, он грустный, и он просто такие вот через не хочу, да, вот как вот в детстве. Если вы не любили, я не знаю, там, допустим, ту же самую какую-нибудь гречневую кашу с молоком, на которой была пенка, то вот через не хочу, за маму, за папу, чтобы был здоровенький, ну вот как-то и так этот танчик приходится выкатывать в бой, только лишь по острой необходимости выкачивать следующий левел. А так, в принципе, ни за какие ковришки я бы не хотел его катать, ну прям совсем-совсем. Я, честно говоря, удивляюсь, как так получается, что вроде бы ТТшка, вроде бы должна что-то показывать, и при этом всем, ну, не показывает ровным счетом ничего. Может кто-то сказать по поводу того, что у меня кривые руки, но, ребят, ну когда я играю на тяжелых танках ветки Советского Союза, когда я играю на тяжелых танках, я не знаю, там, веток Германии, ну я не чувствую себя таким ущербным. Да даже я, когда играл на Лео, когда я играл на СТРВ-74 на соседней ветке, я не чувствовал себя таким ущербным. Ну не были у меня такие кривые руки, и я сомневаюсь, что они у меня смогли окриветь настолько быстро, как только я беру эту машину к себе в бой. Поэтому, ребят, мое мнение следующее. Машинка исключительно проходная, она доставит вам хлопот и нервов, выкатывая ее, но я надеюсь на то, что у вас при этом будут либо стальные нервы, как канаты, но либо вы сможете домазать свободочки и перекинуться на следующий уровень, а про эту адскую машинку просто забыть. Потому что, честно говоря, тяжелым танком назвать ее просто-таки язык не поворачивается. Вот сейчас та же самая пантерка, заметьте, разобрала вполне спокойно эту ТТ-шку и поехала себе дальше воевать. Хотя это средний танк. Ну, в общем, на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал. Я вам буду, ну, просто несказанно благодарен за подписочку. Приходите на стримы. Короче говоря, давайте будем дружить и не будем расставаться. Всех благ, всего хорошего. Ну и обязательно мира вам и спокойствия. Вы знаете, хотел попрощаться, но поскольку сейчас уже выпрыгивает результаты боя, давайте их тоже глянем. 689 единиц, ни одного уничтоженного. Мы с вами получили меньше 1000 единиц опыта по данному бою. Ну и, соответственно, в своей команде мы заняли среднячок. Вот такой вот он. 40 ТП Хэббича или Хаббича. Поправьте, если правильно знаете. А вот теперь точно всем пока, всего хорошего. Возвращайтесь на канал.